Здравствуйте, уважаемые коллеги. Спасибо, что пришли сегодня сюда. И я коротко скажу о том, что это вообще за мероприятие. Я Алексей Мацук, руководитель общественной организации Донецкий институт информации. Мы выпускаем несколько медиапроектов. Один из них – это центр, платформа журналистских расследований «Донецкая правда», которая работает с 2010 года в городе Донецк. Понятно, до наступления вооруженного конфликта и оккупации в городе Донецка мы концентрировались больше на расследованиях, связанных с коммунальным имуществом и коррупционной составляющей в Донецкой области. С прошлого года мы немного добавили еще элемент, связанный с сепаратистскими группировками и движениями, которые сегодня фактически контролируют город Донецк. Это правда, и от этого никуда не деться. Однако здесь накладывается куча всевозможных дополнительных нюансов, которые касаются невозможности проведения независимых журналистских расследований объективно и честно, и безопасно для себя. В общем-то и в мирное время это сложно делать, журналистские расследования было. И вы прекрасно знаете, что в мирное время, и в том числе и в Харькове, я думаю, и сейчас, когда появляются результаты наших материалов, которые показывают реальность, которую пытается местная власть скрывать или же представители органов государственного направления, или батальоны, или кто угодно, то это вызывает неоднозначную реакцию у этих представителей, и часто журналист становится мишенью. Сегодня, когда на руках у ДНР и ЛНР, у группировок и остальных батальонов сепаратистских, масса оружия, независимый журналист, мишень номер один, и фактически из 17 газет, которые выходили в Донецке, не осталось ни одной. Из пяти основных веб-сайтов, которые издавались на территории города, работают все эти часы в изгнании. Из пяти телеканалов не работает ни один телеканал. Все эти СМИ захвачены представителями вооруженных сепаратистов и их пособниками из общественных движений пророссийской направленности и сепаратистов. Но, тем не менее, наши журналисты за этот год избрали метод работы по наоккутированных территориях, мы его называем АСИМТ, это разведка открытых источников, когда мы используем данные, опубликованные в социальных сетях на страницах сепаратистов, данные доступа на серверы через открытые точки доступа на серверы сепаратистов, и когда мы используем интервью анонимные и материалы всех симпозиумов, круглых столов и новостных сайтов, в том числе сепаратистов. То есть, эти все источники мы объединяем для получения той или иной информации. И последние данные, которые мы получили на сайте «Донецкая правда», кстати, это все проходит при поддержке фонда «Видроджили», наш проект, и мы получили данные о том, что принята программа социально-экономического развития и восстановления ДНР, она как дословно называется. Она, к сожалению, сепаратистов не опубликована почему-то на сайтах самих сепаратистов, однако у нас она есть в полном объеме, она занимает более 100 листов, и представители органов местного самоуправления, которые перешли на сторону ДНР, они, я так понимаю, готовили как раз эту программу, к ней я вернусь через несколько слов еще, но самое главное, на чем бы я хотел подчеркнуть, особый акцент сделать, что фактически на сегодняшний день вести независимую журналистскую деятельность в городе Донецке и Буганске невозможно. Это сразу же вы можете попасть в подвал, это в лучшем случае, в худшем случае за деятельностью вашего независимого журналиста будут применены санкции и какие-то наказания к вам. Мы внутри нашей редакции долго обсуждали, как же так получается, неужели мы такие плохие, что нам не дают работать. Ну, в общем-то, понятно, любой журналист, его обычно уровень ненависти к СМИ от тех источников, о которых мы пишем, это нормальная практика и норма, потому что им не нравится информация, мы не коммунальная СМИ, там Евромайдан или не коммунальная СМИ новой власти или еще кого-то, мы независимые журналисты, как были, так и есть, и продолжаем свою независимую деятельность, независимо от того, какая политическая ситуация в стране и в регионе. Один из методов нашей работы, как я уже сказал, это проведение журналистских расследований, потому что наши материалы, они публикуются в эфире «Хроматик-голубачьем Донбассу», на наших сайтах и везде повсюду, но расследование позволяет быть, позволяет получить доверие аудитории, в первую очередь разнонаправленной, а не идеологически подкованной под один какой-то тот или иной лагерь. То есть, если мы одно расследование публикуем о семье Захарченко и его жизни, другое расследование у нас вполне может быть о жизни Жибривского, председателя областной администрации, в его проживании в пансионате, который принадлежит территориальной громаде, и который, этот пансионат, находится на балансе Донецкого областного совета. То есть, при этом он миллионер, но почему-то он живет в коммунальной собственности общества, где должны жить беженцы. Но это уже выводы каждый может сделать сам. В целом, мы используем определенные аббревиатуры для территории оккупированной. Это «Арделосос». Вот такое смешное название. «Арделосос» обозначает, значит, это большие буквы, их всего в такой аббревиатуре отдельные районы Донецка, Луганская областей с особым статусом. «Арделосос». И вполне реально этим же термином сепаратисты называют друг друга, что мы члены «Арделососи». То есть, это лишний раз подчеркивает отношение людей к тому проекту, который сегодня наблюдается в нашем доме, у нас дома. И откуда сегодня были вынуждены уехать только из Донецка порядка 400 тысяч человек. По нашим данным, в Донецке на сегодняшний день проживает 600 тысяч человек. И эти данные мы получаем, исходя из вывоза мусора, исходя из потребления муки и производства хлебной продукции для ларьков. Ларьки с хлебом работают, если раньше это было каждые 300 метров фактически, только на одном бульваре Шевченко, например, то сегодня они работают через километр. То есть, многие ларьки позакрывались, и это тоже один из показателей. Мы отслеживаем количество детей, приходящих в некоторые школы Донецка, смотрим количество классов, и на основании этих выводов делаем какие-то общие выводы. То есть, на сегодняшний день заявки на поступление первой класса в город Донецк сократились практически в 10 раз, и классы не имеют доукомплектации. То есть, можно абсолютно спокойно поступать в эти школы, и нет такого ажиотажа. То же самое касается дошкольных учреждений. Более того, в ВУЗы Донецка, которые остались на территории Донецка, называют себя старыми названиями, было объявлено об отмене конкурсных каких-то там экзаменов. То есть, достаточно прийти, написать заявление, что вы хотите вступить в тот или иной ВУЗ, и вам дают уже сразу же удостоверение студентам, студенческие. Таких фактов очень много, и на сегодняшний день половина подвижного состава города Донецка общественного транспорта не работает, потому что не хватает горючих смазочных материалов для снабжения инфраструктуры. Председатель Донецка, который называет себя председателем, мэром Игорь Мартынов, это бывший директор коммунального предприятия парка имени культуры отдыха имени Щербакова, Мартынов фактически не справляется со своими обязанностями, и вчера в Донецке приезжали представители кураторов из Москвы. Все управление происходит через институт кураторства, и решали, что делать дальше с этим, потому что количество бунтов и тихого протеста среди населения в последнее время значительно увеличилось, и за счет массированного контроля медийного поля и фактического контроля за производством контента оттуда невозможно достоверно установить, сколько было стихийных митингов против группировки ДНР. Когда был митинг последний открытый публичный в Донецке против ДНР на Октябрьской площади в районе Убухус-администрация, то это реально пришли люди, которые требовали остановить военные действия, однако тут же появлялись люди из милиции местной, которые перешли на сторону ДНР, и привели с собой своих информаторов, чтобы они начали выступать с другой риторикой. Фактически это происходит за 30 минут после любого стихийного митинга, и перестраивается вся риторика, что сделать очень просто, исходя из большого опыта работы КГБ на территории ДНР. На самом деле и во время Советского Союза было сопротивление, и были диссиденты, и были лидеры рабочего движения, которые выступали против советской власти, и шахтеры, которые организовали в 50-60-е годы восстание шахтеров на своих шахтах, в частности Петровском районе. Однако официальная историография умалчивает намеренно эти факты, и за 23 года, к сожалению, все эти факты диссидентского движения, протестного движения в Донецке так и не были. Достаточно исследованы архивы ЦК, архивы Афкома партии КПСС хранятся по этому поводу, но сегодня мы доступа, вот по поводу этих восстаний, но сегодня доступа к ним не имеем фактического, и мы боимся, что утратим доступ к архиву в целом как таковой, потому что сепаратисты, единичные оригиналы пленумов Афкома и решения Афкома партии могут просто уничтожать по этому поводу. Более того, недоступен государственный архив Донецкой области, где хранятся данные, в том числе и Донецкой областной государственной телерадиокомпании, видеосюжеты, архивы, связанные с перестроечными периодами, опросы мнений граждан, подготовка информации о социально-экономическом положении перестроечного периода, периода гласности и самоперестройки. И мы пытаемся каким-то образом сохранить эти данные, однако понятно, что даже в 80-е годы эти архивы, они пытаются их фальсифицировать и не допустить использовать его в публичном пространстве, потому что это очень важная информация, на самом деле, когда были шахтерские забастовки, и это был первый опыт протестного движения, сильного протестного движения на Донбассе против действующей авторитарной власти Советского Союза. Фактически, та же самая методология, которая сегодня может быть использована, и сегодня протестное сопротивление, которое есть в Донецке, оно где-то так же себя чувствует, как во времена Советского Союза чувствовали наши, так сказать, путешественники. И это поэтому важно уделять этому внимание. Сама система управления в Донецке строится следующим образом. Как я уже говорил о том, что есть кураторы, и основные кураторы приезжают из Москвы. Ближайший центр находится в Ростове, там находятся аналитические центры, ряда общественных движений, организаций. Однако те партии и блоки, которые не могут быть сами контролируемыми на 100%, сегодня закрыли свои организации в Донецке, я имею в виду партию Лимонова. В частности, она была открыта в центре города, их филиал, на сегодняшний день этот филиал ликвидирован, точно так же, как закрыты некоторые другие представительства политических партий Российской Федерации. По нашей информации, версиям и нашим ощущениям, мы думаем, что эти партии не собирались там присутствовать в качестве активных политических игроков, как это было в Крыму, а использовать больше как ширма, как повод, мостик для прихода туда бизнеса из Российской Федерации и изучения инвестиционного климата, что же можно там построить и сделать. Исходя из этого, было объявлено у реструктуризации Ашана, снята вывеска и изменен состав управления, и торговый центр это одно время собирались открывать. Однако возникает, и более того, это как раз район, где ведется наименьшее количество обстрелов, он очень выходный, там фактически никогда не было обстрелов, это глубокий тыл, и туда передвигается основная жизнь Донецка. Более того, в Донецке есть даже уже такая байка, что вы беженцы из Киевского района, приезжайте к нам в Провидравский-Буденовский район, значит вас там больше стреляют, а у нас здесь меньше, и квартиры из-за этого на окраинах этих районах, которые ближе к Макиревке, стоимость аренды выросла. Вот, собственно, такой уровень солидарности тоже, кавычка, прослеживается. Исходя из вчерашней информации, вчера там был Сурков, это часть управленческой машины Российской Федерации, и он туда прибыл из-за того, что управление городом Донецком, как я сказал, сегодня испытывает большие проблемы из-за количества бунтов, которые растут и возникают из-за неэффективного управления Донецком. Что касается нового представителя, который будет президентом ДНР, Захарченко избран, как бы они считают, на 4 года, и если сейчас произойдет смена управления этой территорией, то, скорее всего, будет Пушибин, это представитель МММ, и его называют основным претендентом на должность президента ДНР, мы его условно назовем президентом, потому что так и непонятно через год даже, что такое глава ДНР, это непонятная аббревиатура, какая-то форма, то есть есть секретарь, есть там какие-то президенты, есть должности, однако здесь даже нет институционально обозначенной позиции руководящего звена группировки ДНР. Более того, я подчеркну, что мы, журналисты, не используем название ДНР для обозначения территории, мы используем название ДНР для обозначения названия группировки ДНР, которая временно контролирует территорию Донецка и Луганска и соседних районов, то есть таким образом нельзя сказать, что там есть зачатки государственности, кроме виртуальной реальности. На самом деле это все виртуально, все их сайты, статистики и так далее, это все виртуально, реальность выглядит совершенно иначе. Есть десяток батальонов и группировок, которые между собой контролируют областные центры и зоны влияния. Если вернуться к программе, о которой я говорил, социально-экономического развития и восстановления, то это единственный документ, который сегодня собирает сама группировка ДНР статистику и туда каким-то образом пытается ее вложить. Если исходить из этих данных, то мы можем заметить, что там реально наблюдается катастрофа, причем катастрофа как экономическая, так и гуманитарная, так и вообще-общечеловеческая. Блокада со стороны украинского правительства этой территории бьет фактически по всем направлениям экономического развития Донецка. И единственным выходом, вернее два выхода, которые они видят для себя, это отмена блокады и второй выход, это более тесная интеграция с Российской Федерацией. Однако, за счет того, что продукты поступают из Ростова и Белгорода и соседних городов с Донецкой областью, продукты стоимости их значительно выше, чем украинские продукты и не все могут позволить себе купить эти продукты. Раздел документов, который называется «Актуальные проблемные вопросы социально-экономического развития республики», занимает 20 страниц. Он посвящен проблемам, которые оккупационные власти Донецка собираются решать в первую очередь. И самое популярное решение, о чем я и говорил, звучит следующим образом. Расширение сотрудничества с другими государствами, снятие экономической блокады. Вот у них два способа. Каким образом они намерены добиваться снятия экономической блокады со стороны Украины, ни в одном из документов об этом речи не идет. Однако известно, что запускаются через социальные сети специальные какие-то компании, связанные с необходимостью снятия блокады. То есть фактически можно сказать, что этот метод достаточно действенный. Однако бьет он не по самому Захарченко, либо же его ближайшему окружению, сколько по обычным людям. И это, конечно, очень болезненно воспринимается в обществе. Потому что люди, которые остаются на оккупированной территории, как я сказал, это 600 тысяч только в Донецке, они из-за действия российской пропаганды и местной пропагандистской машины, они срастили свое ощущение, многие люди, с тем, что ДНР это свое, а Украина это не свое. И такая глобальная манипуляция позволяет сегодня группировке ДНР произвести приватизацию вот этого критического настроения к украинскому правительству и за счет этого объявить, что вот раз вы критически настроены к правительству в Донецке, значит вы хорошо настроены к ДНР группировке. На самом деле это не так. Люди, многие, часть людей понимают, что есть Захарченко с его позицией, есть их батальоны, есть необходимость со стороны Украины реагировать так или иначе, в частности Украина выбрала блокаду, но и все равно отношение местного населения к таким методам достаточно болезненно, я подчеркиваю, потому что люди видят это так, что их пытаются наказать, а не группировку ДНР. В связи с этим необходимо и журналистам более точно использовать дефиниции, и более точно подходить к своим текстам и оценкам действительности того, что происходит в Донецке. Вторым главным выходом, как я сказал, будет выходом из кризиса. В группировке ДНР видят сотрудничество с Российской Федерацией, с их предприятиями. Этот путь, конечно, выглядит утопичным, потому что за год оккупации ни один российский банк, по нашим наблюдениям, так и не открыл свой филиал на оккупированных территориях. Реально даже их российский, этот основной банк, Ащербанк, Сбербанк, он так и не открыл свой филиал. Ближайшее отделение находится в Ростове-на-Дону, и если вы хотите открыть карточку, то вам надо ехать туда и открывать как нерезиденту. И это показатель, мне кажется, весьма существенный. Сотрудничество с российскими предприятиями в основном выглядит таким образом, что те предприятия, которые промышленного назначения были в Донецке, вывозится их оборудование на территорию Ростовской области, и это оборудование либо используется там, либо же перепродается, но если оно уже устаревшее, то, соответственно, распиливается на металлолом. Что касается металлолома, то на сегодняшний день ведется ликвидация остатков Донецкого аэропорта группировкой ГИВИ, это известный всем персонаж, и он вывозит этот металлолом на работающие металлургические предприятия, которые остались на оккупированной территории. Более того, Захарченко обязал собственников этих предприятий повысить стоимость приема металлолома от батальона ГИВИ, чтобы таким образом его отблагодарить за действия по, в кабучках, на строительство республики и развитие этого всего. На самом деле, больше похоже на какие-то криминальные, полууголовные, даже уголовные действия. Из России на оккупированную территорию поступают продукты питания, в основном это частный бизнес, то есть на этом зарабатывают мелкие и средние предприниматели, которые есть в России, и качество этих продуктов у многих донечан есть масса претензий. Вот так, собственно, и выглядит интенсификация отношений с Российской Федерацией. То есть больше напоминает отношения колонии и метрополии, чем равнозначных партнеров двух государственных образований Российской Федерации и Донецкая Народная Республика. Из самых интересных пунктов документа, который представлен нами был в рамках нашего расследования, и найденный этот документ был, отсутствует банковский сектор как таковой в республике, расчеты осуществляются, я вам люблю это, как они пишут в республике, то есть это не мое слово, отсутствует банковский сектор на оккупированных территориях, но в документе написано отсутствие банковского сектора в республике. Отсюда появляется другая проблема, то есть нет электронного перечисления денежных средств. Такая организация, как Центральный Республиканский Банк, не осуществляет внешнеэкономическую деятельность, и они по этому поводу проводят каждую неделю там какие-то свои собрания, чтобы настроить торговлю даже с той же Россией. И ни один из коммерческих банков Российской Федерации не открывает им такую возможность. То есть это такая блокада, мини-блокада со стороны Российской Федерации в том числе. Было предложено решить эту проблему в стиле почтовых карет и поездов, вот дословно так и было, то есть передавать наличку через вот такие специальные, специально движущиеся элементы. В частности, они там это описывают. Обеспечение безопасности сопровождения вывоза денег с территории ДНР на территорию РФ, открытие филиалов банков на таможенных пунктах ДНР, организовать доставку денежных средств до таможенной границы ДНР, организовать службу инкассации. Из текста программы можно также сделать вывод, что таможенные органы Российской Федерации не спешат подобную штуку делать и признавать официальные бумаги ДНР, и на сегодняшний день вывести продукцию даже тех же металлогических предприятий из территории оккупации, возможно только если это имеет сертификацию государства Украины. Если не будет этого сертификата, то ваше предприятие не сможет осуществлять никакую деятельность. Отсутствие у перевозчика ДНР свидетельств для перевозки под таможенными печатями и пломбами невозможность получения такого свидетельства на таможне Российской Федерации. Так они описывают эту ситуацию. Что еще в этом документе интересно, что оккупационная администрация из-за отсутствия ряда препаратов медицинского назначения на территории оккупации создается опасность заразных заболеваний и в том числе опасных заболеваний для животных. И в частности появляются болезни, которые общие для человека и животных и возникает угроза болезни для человека. Если помните, недавно была фотография, даже возле Донбасс-арены леса появилась. То есть это говорит о том, что дикие животные появились уже в каком-то виде в городе. Понятно, что это единичный случай, но тем не менее раньше такое было представить невозможно. Что касается инфраструктурного положения, то плачевным остается положение железнодорожных путей на территории оккупированной части Донецкой области. Это усложняет отгрузку угольной продукции со складов предприятий, которые продолжают работать в Донецкой области на оккупированной территории. Также невозможно получать средства взрывания для угольных предприятий, что является основным, одной из частей производственного процесса, потому что они производятся в Сумской области. И отсутствует доставка, возможность безопасной доставки вот этих взрывных веществ на территорию ДНР, так сказать, территорию контролируемой ДНР. Также отсутствуют лесные материалы, которые используются для крепления горных выработок и необходимы для обеспечения нормальной работы шахты. Это все создает повышенную травмоопасность на предприятиях и фиксацию реального положения нарушения трудовых прав на этих угольных предприятиях сегодня никто не производит. Примечательно еще, что сам Захарченко копанки теперь называют малые угольные предприятия, хотя по сути-то это и есть копанки, которые были черным клеймом на территории Донбасса все эти годы, и власть Януковича, хоть и обещала их лишить, но сама приватизировала, в общем-то, фактически копанки. Канаты подъемных установок в шахтных стволах отработали свой срок во многих шахтах. Это еще один фактор, который создает напряжение и потенциальную угрозу для работы шахтеров на территории оккупации. Необходимо также есть перечень необходимых покупок для запчастей, для компрессорной установки и так далее. То есть сегодня аварийная ситуация и нарушение правил безопасности это скорее норма, чем исключение из правил. И эти нарушения правил безопасности, они сегодня уже выглядят, как вы туда спускаетесь на свой страх и риск. Никто из руководителей этих шахт не обеспечивает вам гарантию, что вы вернетесь потом домой куда-то. Но атака выхода нет, и люди, остающиеся в маленьких шахтерских городах, они вынуждены просто туда спускаться, чтобы работать. Еще один интересный факт. Бывший министр угольной промышленности ДНР, так сказать, он теперь его уже опять уволили, он вернулся опять руководить своей шахтой. То есть на сегодняшний день министра угольной промышленности ДНР так, в общем-то, и нет. И хотя это является одним из экономических двигателей оккупированных территорий, вот они даже так относятся к своей экономике. По данным Главного управления статистики Донецкой области, которая находится на украинской территории, задолженность по выплате заработной платы, включая предприятия банкроты и предприятия, которые приостановили деятельность, на 1 июня 2015 года без учета зоны оккупации составляет почти 400 миллионов гривен. В то же время на территории самой оккупации цифра, которая заявлена задолженность на оккупированных территориях, составляет почти миллиард гривен, это 828 миллионов гривен. Это считается сумма с июля 2014 года по февраль 2015 года. При том, что до войны общая задолженность составляла 140 миллионов. То есть было 140, стало 828. И при этом на освобожденной территории, это 828, оккупированная часть, на освобожденной территории это 400 миллионов. 400 миллионов, да, это вот города Мариуполь и Краматорск-Славянск. Также остается под вопросом, как работает Енакиевский металлургический завод в Енакиево, Рената Ахметова. Мы пытались установить у них, куда они платят налоги. Они говорят, что они платят в Украину, но насколько достоверно, что они платят налоги в сепаратистскую республику, в сепаратистские организации. Понятно, они сами этого не говорят, а сепаратисты никогда в жизни не признаются в какие-то отношения. Кроме того, наблюдается еще какой-то интересный фактор, что Луганская народная республика решила заработать на топливном кризисе в оккупированной части Донецкой области. Из-за отсутствия сообщения с украинскими поставщиками сейчас туда не приходит ГСМ. И в результате происходит удорожание топлива в ДНР, как они пишут, за счет взымания акцизного сбора при пересечении по границе ЛНР. То есть они между собой установили своеобразную границу, акцизные сборы. И это реальный фактор, который тоже вложится на потребителей наших граждан с вами, которые вынуждены остаются на территории оккупации и вынуждены платить в содержатель Захарченко, его жену, его детей и его охрану. Потому что куда на самом деле деваются эти деньги, вы сами понимаете, что контроля и аудита общественности там его провести просто невозможно. Еще интересный фактор, они заявили, что собираются вместо Новороссии теперь строить СССР. СССР это аббревиатура Союза Суверенных Современных Республик. В ее состав входит Абхазия, ДНР, ЛНР, Приднестровье. Ну и все, в общем-то, желающие, кто захочет из новых, так сказать, республик. Что еще можно отметить, что там зарегистрировано новый, ну как, на базе бывшего, одного из бывших мобильных операторов, теперь действует новый мобильный оператор Феникс, однако они ему объявили о том, что он будет работать, но он так и не заработал. Но этот Феникс, там нет возможности делать СМС-сообщения, ММС, только телефонные звонки. Стоимость стартового пакета выше значительно, чем любого украинского, 60 гривен. Они уже поступили в продажу в некоторых киосках. Вот, в общем-то, попробуем, кто захочет, хотите, можете оставить телефон, мы наберем с мобильного оператора Феникс, посмотрите, что вам звонят из ДНР. Что еще добавить можно, что Укрзалезныцы, они собираются, объявили о планах отделения ДНР от Укрзалезныцы, и по подсчетам сепаратистов, это займет у них более двух лет, при условии признания правовых прав ДНР, это дословная стата, при условии признания правовых прав ДНР в мировом сообществе и четкого определения границ ДНР. Ну, это, конечно, выглядит как фантастика, скорее всего, это возможно только в рамках проекта СССР, который они собираются сделать, но тогда непонятно, как железнодорога будет сообщать между частью республик СССР, и как этот транспорт будет совершаться. Сам документ доступен у нас на сайте Донецкая правда, вы можете более детально, в принципе, ознакомиться с ним, уже, вот, читая, говорю, думаю, что есть вопросы еще, если у вас кто-то там смотрит стрим наш, можете тоже писать вопросы в комментариях, не знаю, где угодно, в Фейсбуке. И, что еще можно добавить, что ДНР вред, группировка, у них есть сайт статистического управления ДНР, мы его регулярно следим за ним в рамках наших исследований и мониторинга. Они утверждают, что у них на сайте публичном указано, что на территории оккупации 2 миллиона 333 тысячи человек, в то же время по реальной статистике, которую они сами ведут, и которой мы получили доступ благодаря нашей активности, то реально по их подсчетам 1 миллион 800 на оккупированных территориях, а публично они говорят о более чем 2 миллионах, почти 2,5 миллиона. При этом они рассчитывают, что по итогам 2015 года, вот если они пишут 2 миллиона 333 тысячи человек на пиар своих материалов, то к концу этого текущего года они рассчитывают всего увеличения на 15 тысяч. То есть это очень маленькая цифра. И в самой программе они так рассчитывают. Но в реальности, по их же самих оценкам, закрытой статистике, 1 миллион 800 тысяч, это на всю территорию оккупации, то есть в Донецке 600 тысяч. При этом для сравнения, можно сказать, что до войны сама только Донецко-Макеевская агломерация была более 2 миллионов. Это только в Донецко-Макеевске. То есть, соответственно, можно сделать вывод, что люди все-таки уезжают оттуда, не хотят оставаться на этой территории. И понятно, что перспектив особо для развития в Донецке сегодня никаких нет, потому что вот для того, чтобы вам подтвердить тот или иной статус, вам надо, даже студенты, выпускники, им надо ехать в Ростов, получать дополнительные дипломы и так далее, и так далее. Доказывать еще что-то кому-то, хотя раньше они жили, ничего доказывать никому не нужно, а тоже получали диплом, и все было нормально. Весь документ есть, я еще раз подчеркиваю, если есть интерес, можете там почитать. Из интересных фактов еще. Они собираются в ближайшее время развивать контакты с Болеварианским союзом и другими дружественными организациями-объединениями, установление контактов с рядом государств Африки и Южной Америки, углубление взаимодействия с Республикой Абхазия и протокольная работа по подготовке взаимного признания. При этом я хочу, кстати, отметить, что в Абхазии всего 240 тысяч человек, это столько, сколько жило только в Калининском районе города Донецка. Но они считают это как дружественной республикой. По состоянию на 9 апреля в Донецкой на территории оккупированных районов 408 объектов сферы образования подлежат восстановлению, за то, что они сами говорят, из них 123 садика, 138 школ, 40 учебно-воспитательных комбинатов, 14 интернатов, 37 БТУ, 29 вузов, 27 других объектов. Всего же 77 объектов здравоохранения в результате различных внутренних терактов группировки ДНР и в время вооруженных столкновений пострадали. Согласно официальной статистике, эти объекты в десятки раз больше количества, и они на этом всем делают еще дополнительный пиар на горе людей и предприятий, и трудовых коллективов. Все, наверное, из документов все. Если есть какие-то еще вопросы, задавайте. Насчет, кстати, самого Захарченко, он действительно серьезно болен, у него ранение ноги, но это ранение произошло не в результате его героического столкновения под Дебальцево, в результате неосторожного обращения с оружием его охранника, одного из, он выстрелил, и пуля отрекошетила ему ногу, и из-за этого возникла, соответственно, проблема с его общим состоянием здоровья. И у него постоянно, то есть он не появляется на людях, как раз потому, что ему достаточно трудно выходить куда-то. Живет сам Захарченко в доме, который он отобрал, по одной версии, по другой версии ему передали этот дом, в центре города, до его места, у него несколько офисов в Донецке, в самом здании у блогу с администрацией не появляется, у него кортеж, состоящий из 10 машин, все машины полубронированы, бронированы, то есть передвигается он исключительно по городу с охраной и боится покушений даже от своих соратников и партнеров. Ну, в общем-то, два дня назад вы видели, как было совершено покушение на его секретаршу Филиппову Севаконенко, никакого там покушения на него не было, это было, он пришел в здание в центре города отобрать, одно время, ну, такое же здание, как у вас, себе под свои нужды, однако охрана, которая была там, стреляла, и пуля тоже отрикошетила в Севаконенко, но он это выкрутил так, а это был кандидат в президенты ДНР, кстати, ну, якобы за него никто не проголосовал, и он это выкрутил так, что это пиар, вот он такой деятель, хочет быть президентом ДНР, на него покушение было совершено, но это обычный результат банальной разборки криминальных каких-то аферистов, которые были в 90-е годы в Донецке тоже, но сейчас, конечно, страшнее, вот мы читаем архивные газеты 90-х годов, там тоже было страшно, но тогда люди хотя бы не, обычные люди не страдали, в общем-то, а сейчас любой может пострадать просто на улице, потому что какой-нибудь сумасшедший полковник или агент ФСБ просто из-за своего эмоционального настроения может открыть стрельбу, и ему за это ничего не будет. И еще, кстати, еще интересный фактор по поводу работы медиа, недавно так называемые депутаты ДНР объявили запрет на работу частных, как они говорят, телеканалов в Донецке, то есть у них есть несколько каналов, которые государственные, это Первый Республиканский, Аплод ТВ это городской канал, и что-то еще не помню, надо смотреть, а были еще частные типа как бы каналы, которые принадлежали не Министерству информации ДНР, а конкретным там депутатам, людям, ну депутатам в кавычках, начальникам батальонов сепаратистских и так далее. Так вот, уже даже цензура дошла до того, что они запретили на территории, которые управляет оккупационная администрация, работу вот этих вот, типа, как они считают, частных каналов. То есть представьте, как мы сейчас там можем работать, независимые журналисты или другие журналисты, ну как практически. Но еще мы выбили такой фактор, что мы оцениваем себя как местные журналисты, в любом вооруженном конфликте, который возникает, местную журналистику в первую очередь защищают, поэтому там легче работать в международном СМИ, потому что они не привязаны своим бэкграундом. Мы же знаем всех этих Севаконенко, Губарева, Захарченко, его жену одну-вторую, он, кстати, живет за второй женщиной, которую выдает за первую, ее первую звали Наташа, и эту зовут Наташа. И он говорит, что это якобы та Наташа, но это не та Наташа. В общем, там хитросплетений много, но это только показывает их моральное состояние. И я должен сказать, что это не весь Донецк такой, это только группировка, это ДНР такая. Люди местные все это видят и знают, и смеются с этим, но они не могут с этим, к сожалению, ничего сделать. И когда, знаете, когда есть демократическая какая-то процедура, то против гражданского общества человек с оружием всегда победит гражданское общество. Потому что мы со своими собраниями, нашими стримами, конференциями, мониторингами, статьями, текстом, они бесполезны против сумасшедшего Моторула или Гиви, у которого явно психологическое расстройство, посттравматический синдром и так далее. И он приходит и все это может в один момент закрыть и расстрелять. Это, конечно, бесполезны любые инициативы гражданского общества. Поэтому и митинги, и все остальное в Донецке сегодня невозможно, чтобы люди, знаете, некоторые говорят, а вот соберитесь там в Донецке и выгоните их. Это невозможно, они реально расстреляют, а потом будут репрессии против этих же людей. И ответ на этот вопрос не такой простой, как кажется. Необходимо, у меня есть, в общем-то, рецепт, я могу поделиться, что мы можем делать. Но контроль и мониторинг ситуации оккупированных зон очень важен. И при правительстве мы лоббируем интерес в украинском создании центра мониторинга оккупированной территории. То есть статистику вести свою. У нас есть весь архив сепаратистской прессы, весь. Мы, наша общественная организация, все газеты сохранила. Мы вместо библиотеки теперь работаем там. Но у нас есть весь архив видеоконтента, все распечатки социальных профилей и сетей основного ядра, или звена ДНР. И от нас это никуда не тренется. Более того, мы сохраняем копии еще в нескольких иностранных организациях, чтобы в случае, даже если здесь, если у нас будет совершено покушение или еще что-то сторонниками и коллаборационистами Российской Федерации, то это никуда не денется. И мы ведем такую деятельность. Это, к сожалению, трансформировало нас в журналиста вот в такие еще новые методы. Если еще интересно, что-то спрашиваете, по ходу буду вспоминать какие-то нюансы еще по деятельности этих персонажей, буду рассказывать. Добрый день. Кирилла Варенина, у него вопрос. По громким журналистским исследованиям вы упомянули Сахарченко, Жибридского. Еще были ли какие-то персонали по Харьковчанам, может быть, в ГОДТВ? Значит, Сахарченко у нас, он приехал из-за плота организации общественной. Мы за ними начали следить с 2012 года, когда они на площади Ленина поставили свои баннеры. Я видел, у вас здесь тоже такие были. «Преступление Агнупа» это называлось. И там были фотографии. Значит, мы подошли туда, и мы там первый раз, когда увидели некоторые представители этой ДНР теперешних, начали спрашивать, они были очень агрессивные, все понятно. И потом этот же баннер они повесили уже спустя два года, опять на том же месте. Захарченко появился первый раз публично на митингах «Русской весны» на Октябрьской площади, он стоял. А потом оплот этот Харьковский приехал захватывать здание Донецкого городского совета, где на тот момент находился мэр Лукьянченко. Он их принял, что удивительно. Открыл ему дверь и, пожалуйста, заходите. А Захарченко был тогда... СБУ бездействовала местная, понятно. То есть мы задавали вопросы, как такое может быть. Они говорили, ну, они просто смотрят, они наблюдают. Там приехали люди тоже с ним из Харькова. И этот оплот они захватили тут же, взяли, захватили первый муниципальный телеканал и на его базе создали оплот ТВ. Они называют себя общественное телевидение Донецка, что удивительно, потому что... Какая общественность... Да, и у них носорог там нарисован. Финансируется все через некоторых бизнесменов, которые сейчас в Донецке, мы их знаем. И есть также связка с депутатом Верховной Рады Бобковым. Он был депутатом Верховной Рады от партии регионов. И он был, наверное, аккуратцей Захарченко в здании Донецкого драматического театра. Наши журналисты там же его и зафиксировали. Ну, можно вывести на экран, если хотите. После этой фотографии были репрессии против наших журналистов. Они вскрыли сеть нашу всю по месту. Были обыски домом людей. Они, значит, арестовали нескольких человек по подозрению за связи с нами. То есть это говорит о том, что мы вышли на правильный след. Однако это, конечно, все болезненно для нас. Наших людей мы из-за таких фотографий, которые открывают истинное происхождение, что там есть, вот должны так страдать. Вот. А плот этот полностью управлялся. Это был филиал Харьковского, вашего областного, это организация в Донецке. У них своей структуры там не было. И на сегодняшний день они попытались повлиять на управление территориальной громадой. Однако на сегодняшний день сам оплот, как батальон, и вот такого не существует. Они уже влились в эту армию ДНР, условно сказать. И более того, оказывают даже частные услуги, частного характера. Некоторые у нас, мы зафиксировали факты, украинские чиновники имеют бизнес на оккупированной территории. И вот как раз бывшие оплотовцы, в том числе Харьковские, ведут охрану за деньги их объектов. Я не хочу сейчас уже говорить, они уже не работают, их уволили после нашего расследования. Но факт такой был. Спасибо. И второй вопрос, касательно общественного мнения. Вот по вашим ощущениям, из оставшихся 600 тысяч, отталкиваются от этой цифры, какой процент готов принять новой идеологии под названием СССР? Знаете, к сожалению, провести полноценный социологический опрос на оккупированных территориях невозможно. Там этим занимается мой преподаватель по кафедре политологии в университете Киилл Черкашин. Он теперь себя называет деканом исторического факультета. Правда, он пришел туда с автоматом и сказал, кто не со мной, на расстрел. Ну, все уехали, понятно. Осталось там 10 человек. Теперь они создали социологический центр, который называется «Особый статус». И этот социологический центр проводит соцопросы на оккупированных территориях. Ну и, конечно, они показывают по 75% доверие от Захарченко, чуть ли там не 100% верят Путину, как Богу, и так далее. Но верить в эти цифры, к сожалению, нет возможности. И представить объективную эту информацию тяжело, что так и есть. Я знаю, что некоторые социологические службы Украины звонят на городские телефоны туда по некоторым адресам и говорят, что это местная районная поликлиника, участковый врач, и начинается вопрос там, типа, вот вы там работаете там же, ага, там же, мы тут карточку переряем. А вот как вы думаете, а вот там, тут, 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 тут. И вот таким способом пытаются провести какие-то замеры элементарные. Однако любая, любое политическое, любой политический вопрос, понимаете, если бы мы с вами вышли на Красную площадь в 40-е годы и спросили у людей в Москве, «Сталин хороший?» Они бы сказали, конечно, «Хороший». То есть правду уж никто нам не сказал бы на той Красной площади. То же самое у нас некоторые персонажи приезжают туда и в украинскую мобу проводят опытывания на бульваре Пушики, на площади Ленина. А люди, когда это видят и слышат, они, конечно, пытаются, они не будут говорить правду, потому что страх, атмосфера страха, стукачества, недоверия в Донецке сегодня реально 30-е годы. И, к сожалению, вот этот термин «стукачество», я думал, я его уже никогда не буду даже использовать, у Солженицына, да, я его читал сейчас. И я не думал, что он сегодня будет актуален по отношению к нашему дому. Но это реально так. На вас могут настучать соседи. У нас даже был случай моему другу, вот бабушка, значит, настучала на него, она хотела его выселить из квартиры. Вот такие бытовые просто случаи. И приехала полиция ДНР и говорит, вы тут, значит, поддерживаете бандеровцев. И это все есть, к сожалению, и провести социологические опросы невозможно. Однако, я вам скажу, например, поддержки нашего проекта «Общественное телевидение Донбасса». Я вижу, что люди из оккупированной территории подписываются на наши социальные сети. У нас в Твиттере 160 тысяч подписчиков. И это много, как для, я, наверное, в СМИ. И более того, мы получаем финансовую поддержку от людей, которые остаются там, на наш банковский счет. Они просто пишут, мы там выехали и вам там передали. Вот на счет. И это, когда такое я слышу, мне кажется, что еще не все потеряно. Мы вещаем. Там, кстати, на частоте 27-го канала можно поставить антенну обычно и словить вот все, что происходит. И вот эту пресс-конференцию покажем тоже там, записи с YouTube возьмем. И люди, фидбэк есть. Фидбэк есть. Если не было фидбэка, уже бы делать не надо было. Но люди сообщат. У меня 21 тысяча подписчиков и звуки. В основном это все Донецк. В основном Донецк. И люди пишут, вот даже, ага, видел там кортеж Захарченко проехал. Прислали. Там в магазине появилось молоко какое-то из Брянска. Прислали, значит. Налили его, оно никакое. Это же такие мелочи, бытовые есть. И на таких бытовых мелочах, мне кажется, как раз сегодня и строится отношение и к СССР, и ко всему остальному. Я думаю, долго это не продержится. Знаете, почему? Потому что любая искусственно-авторитарная машина, которая создается через репрессивный аппарат и давление, она не будет долго существовать. Вопрос в том, как мы с вами будем воспринимать это все. Дело в том, что не все так бинарно, как может показаться. Не все так вот черное и белое, конечно. Надо разговаривать с людьми. И с людьми, которые в Хайкове живут здесь, беженцами из Донбасса. И я сторонник той идеи, что надо давать максимальное количество всем голосов, возможностей для самовыражения. И тогда не будет вот этой вот циничной, маргинальной тусовки, которая здесь у вас тоже правила, балл этот оплот и все остальное. И когда, знаете, есть даже такая гипотеза, что нужно критическое мышление развивать. Да, и нужно развивать, но реально оно ведет к цинизму. Вы почитайте эти паблики, которые ДНР там публикуют. У них везде мировой запад. Обама, там какие-то люди, ЦРУ, какие-то еще. У них все на заговорах построено. А то, что я просто житель Донецка, и меня волнует эта ситуация, я собираю данные, и мы с нашими коллегами ведем мониторинг ситуации, там и публикуем правду просто. Их это не волнует. И то, что их же земляки, которые не ходили там на референдум, дают нам деньги на это все, это тоже их не волнует. У них всему есть объяснение, мировой запад. Вот, собственно, так. Ну, я думаю, знаете, правда победит все равно. А театр абсурда не будет долго длиться. Захарченко, наверное, скоро где-то он другой, и по Стасе он их предстанет. Но просто нужно что-то делать и быть активными, а не посидимыми. Анатолий Васильевич. Романский харкер. Где ваша камера? Нет, у нас камера. У нас хуже финансовая, чем у нас. Нас не поддерживают, и сначителя почему-то. Но, в общем, вопрос у меня другой. Вы раз уже вспомнили про Афлот, а про Афлот Джили, что-то известно про его деятельность. Последняя информация, которую я смог найти в открытых источниках про него, это, собственно, то, что когда они ввели в вооруженные силы Занецкое народное суббитие, и, собственно, он там воевал, и фотографии в сети гуляли, а последние, там, за последние полгода я вот какой-то такой вьянной информации о нем найти не смог. Он светился, там, на некоторых медиа, то есть, но мы за ним особо не следим, потому что он не влияет сегодня на ситуацию. У нас есть объекты, за которыми мы следим каждый день, 24 часа в сутки, и, что касается Жилина, это не тот объект, который влияет на себя. Он просто, как один из людей, знаете, который... Который интересный. Ну, мы... Нет, он вне зоны. Хотите, мы специально по нему вам составим мониторинг из наших доступов к их ресурсам, и пригласите нас потом на Громадский Харьков, мы там все это расскажем. У вас же студия тут есть? Нет. Нет, у вас следует очень плотно. Приходите, с тобой. А, второй вопрос у меня. Вы говорили, достаточно сложно вести работу. Я понимаю, с другой стороны, как вообще возможно вести независимую журналистку деятельность там, и тем более ассоциируясь с брендом Громадского. То есть, не надо быть сепаратистом. Вот, в Харькове очень своеобразная общественная линия касательно Громадского, и некоторые люди откровенно шарапкаются. Знаете, все строится на персонале и на авторитете и репутации. Дело в том, что мы, как журналисты, пришли к пониманию создания Громадского Модника, условно говоря, за 10 лет. Мы создали общественную организацию, которая еще с 2004, еще в 2003 году мы в Донецке были свидетелями покушения на Ющенко, когда вот этот шабаш устраивала местная областная организация партии региона. У нас все запротоколировано, я там прохожу по всем уголовным делам, каким бы вам нужно и нельзя. Начинать с тех пор и заканчивая пришили на моего 2009 годом, когда он кидал мне под ноги, он сказал, что я ему кинул под ноги бутылку с зажигательной смесью на площади Ленина, потому что я бы оставил палатку, но это комиксы, понимаете, это вот, как вспоминать сейчас, это ни в какие рамки не вкладывается. И что касается этого, то мы пришли за 10 лет, когда у нас уже достаточно много знали, там и люди были, мы не просто так появились вот в Громадске, Донбасс открылось, нет, мы к этому долго шли. Я знаю, немножко уже, да, а вот мы в итоге на сегодняшний день мы открыли уже курпункты в Мариуполе, Славянске и хотим еще может быть какой-то открытие в Граматорске, тоже центр накануне местных выборов. Что касается Донецка, то там новости имеют определенный, вот один из центров социологических дел, вопрос, уровень доверия к СМИ, там на первом месте ТРК Украина, Интер 1 плюс 1, где-то там, пятый канал в конце этого пятерки. А вот что касается наших таких небольших нишевых, как мы говорим, грамманских, или там эспрессо, оно тоже нишевое, то в Донецке они не очень имеют большой охват, и поэтому не все люди это знают. Но мы с этим как-то живем, знаете, мы используем слово общественное, то есть мы на русском языке говорим с нашими людьми. Ну это объективный фактор, хотя, например, я сторонник украинского поля, украиномовного умовника, в том числе для оккупированной территории, однако есть объективная реальность, и мы должны ее учитывать. Если мы хотим доверия людей, то мы должны говорить на языке этих людей, а не на языке том, который нам нравится. Тогда нам надо создать Масуха ТВ продакшн, и я буду тогда там вещать, вот как Дугин сидел при Аон Синрикю этот вел свой. Мы как бы нацелены на медиа доверия, и для нас важно доверие аудитории, и мы хотим за счет медийной вот этой составляющей быть мостом между людьми разных взглядов. Понимаете, BBC читают у нас все, любые, и правые, и левые, и красные, и черные, а вот почему-то в Украине сейчас пока медийное поле оно достаточно сегментировано, то есть если я поддерживаю идею федерализации, считая там кто-то сидя в Ворошилотском районе Донецка, буду паблик читать ВКонтакте Новороссия. Или если я там, например, ходил на Евромайдан в Донецке, то буду паблик читать только там Евромайдан. Это неправильная логика, и я нашим зрителям всегда пытаюсь объяснить, что мы говорим обо всем, что происходит. Мы отражаем объективную реальность. Она может не нравиться кому-то субъективно, но вы в ней живете, к сожалению, может, или к счастью. Но задача журналистики, особенно сейчас медиа, которая, я не могу сказать, что классической журналистикой мы занимаемся. Мы не пишем о футболе, мы не ходим на концерты, про Лу Борисовну Пугачеву ничего не пишем, ее наряду. Мы в основном только вот Жилин даже у нас не попадает в наш мониторинг. Мы в основном мониторим такие уже устоявшиеся точки и не распыляемся. У нас очень мало там, например, о группах каких-то, песнях, плясках и так далее. Некогда нам этим заниматься. Мы либо прячем там чего-то куда-то, либо же собираем про эту слежную информацию. У нас даже доходило до того, что они ходили за нами не турки, а на Донбассе. Следили, мы сами фотографировали, потом с ними фотографировались, потом узнавали, кто это. Это все были разведывательные группы, группировки ДНР. Это вполне реально. И у нас на это уходит много времени, активности и ресурсов. Но мне кажется, что важно проявлять солидарность. Спасибо, что коллеги пришли из Харькова сегодня сюда, чтобы мы могли вам тоже объяснить, в каких условиях мы реально там находимся и как мы работаем. По большому счету мы и до этого там также находились. Они за мной там следили, еще во время Шишацкого, это бывший губернатор, когда он писали про их тендеры и про то, как его дочка поехала в Лондон учиться. Тоже непонятно. Они там рассказывали, и так далее. И за нами там тоже слежка была и все-все-все и поливали там чем угодно и кидали. То есть для нас, знаете, вообще для независимого журналиста эта ситуация нас не любят везде. Но нас читают и смотрят аудитория. Вот это, мне кажется, основной рецепт для того, чтобы с миром готов. Спасибо. Есть ли у вас информация о тех людей, которые хотели на данный витинги в Донецке? Применялись ли у них какие-то санкции на вести? Установлены все фамилии. МГБ ДНР установило все фамилии. Однако сейчас не до этого. протест, количество бунтов количество это оно растет. То есть количество протестных настроений показатель значительно увеличился. То есть есть шанс сработать? нет, вы понимаете, мы не эффективны в условиях, мы гражданское общество неэффективны в условиях, когда перед вами стоят люди с автоматами. Они не уйдут, они вас расстреляют, либо кого-то других расстреляют. Это все утопия. Понимаете, там, вы посмотрите на Российскую Федерацию, там не работает гражданское общество, но там они их вытесняют судебными и так далее. А здесь у людей оружие, и мы беззащитны, там все это движение гражданское, оно беззащитно. Единственное, что мы можем делать, это, во-первых, четкий мониторинг ситуации, вот прям знать все нюансы. У правительства сейчас ничего не знает, вот наше правительство реально никто ничего не знает. Я ценю, я думаю, не в курсе вообще, что происходит в Донецком. информацию, которую вы собираете, куда-то там даете, в Донбасс. Значит, смотрите, мы вообще сейчас запускаем, хотим запустить проект сервера Донбасс Full Access как полный доступ, и это не столько новости будут, сколько бэкграунды будут. То есть у нас будет, например, Захарченко, и вся информация по нему все что доступна и недоступна, то, что мы нарвили. Вчера я публиковал его адреса, все его фотографии дома, его офисы фотографии, все есть. И это уже будет храниться, как бы такая, такая, есть Википи, это Донбасс-Педия, или там есть еще у нас Викивикс, может быть, Донбасс-Викс такой своеобразный, чтобы это никуда не делалось. Мы ведем работу над этим. Ничего и никто не будет забыть. Все преступления против наших сограждан там на территории Донбасса, они будут, они нами задокументированы, и мы все будем хранить, и еще раз подчеркиваю, не только в Украине мы это храним, а и у наших партнеров за границей мы входим в несколько международных ассоциаций, в том числе обмена контентом, и это никуда не денется, поверьте. И это важно передать следующим поколениям. Мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда 25-40 лет на территории Донецка работала, допустим, вечерний Донецк, 75-го года газета зарегистрирована. Был это печатный орган Гракома партии, потом они стали независимыми, теперь они стали частными уже в независимости года. И вот представьте, 75-го года у меня есть архив газеты. И вот сейчас я прихожу в библиотеку, а там последний номер июль 2014-го года, и полка пустая большая. Вот это очень хорошая иллюстрация того, что в Донецке происходит, библиотеки Крупской. Они, кстати, спустили, у нас памятник Крупской там стоят, на третьем этаже, они его вниз спустили, поставили на первом этаже, подчеркнуть же вот свою советскую такую ориентацию. И они не собирают сейчас в Донецке никакие данные, никакие газеты, архивы, видеоконтента первого республиканского канала, я так подозреваю, будут уничтожены в первый же день освобождения города. Но они не уничтожены у нас. Все у нас. Мы все это следим, у нас уже огромный объем информации, это мы еще потом отдельно представим. Я думаю, может, мы даже будем делать в Киеве какие-то такие штуки или в Славянске, ежемесячные брифинги, потому что украинская пресса там работать не может, а мы темы с такими короткими путями там добываем, но информации в украинском обществе отсутствует по большому счету о реальном состоянии дел. И вот этот разрыв, начиная с и лета прошлого года и по сегодняшний день, когда не ведется коммуникация с территориальной хромадой, традиционно эти журналисты наши, кому общество там верило все эти годы, кто работал там по 40 лет, уехали. Вечерка сегодня не выходит, а это одна из авторитетнейших газет Донецка была. Донбасс газета выходит только на сайте, ТРК Донбасс канал, каждый день выпуск новостей в 9 вечера не выходит. Ну то есть нет этого ничего. И конечно аудитория теряется, они получают информацию только сепаратистскую. Кстати, мы зафиксировали, мы обзвонили агентство, взяли газеты, объявление и обзвонили Енакиево, Харциск, я звонил, спрашивал по антеннам этим спутниковым поставить, значит, говорил, что я оттуда. А они мне, так разговаривали с людьми, они мне говорят следующее, что в последнее время к ним больше стало поступать заявок на установку спутникового телевидения в Харциске, в Енакиево, в Шахтерске, и эти антенны везут из России, ставят. Почему? Потому что они хотят интертеймент наш, украинский, привыкли люди к нашим сериалам, вот на украинском, которые идут в телевидении, к нашим разбожальным там, стань, зирку, реально, голос краины, это все люди привыкли. И за счет вот этого развлекаловки, ставят себе спутниковые антенны, потому что, и часть людей, кстати, вот мне один из мастеров по установке сказал, ну вы знаете, ну а смысл мне смотреть новости Брянска, сидя у себя в Шахтерске? Ну зачем она мне? Я хочу видеть, что там у нас происходит, там, в Харькове, в Полтаве, в Днепропетровске, ну и, понятно, в Храматорске. А еще раз подчеркиваю, кто нас там слышит и видеть будет стрим потом, если вы в Донецке, берете обычную антенну, 50 гривен, на рынке текстильщик продают у нас, значит, мы недавно купили, вставляете в телевизор, обычный телевизор, где есть разъем для антенны, и настройка, 27 канал, мы там вещаем, работаем, общественная агроматика, ты лбачим в Донбассу, ведет там эфиры, можно все новости оперативно узнавать, получать, плюс Радио Свобода, там наши выпуски тоже едут. Ну, 27 канал идет круглосуточно, он государственный, мы имеем 2 часа эфирного времени, там, плюс Радио Свобода, у меня свой проект на Радио Свобода, Донбасс Реалии, и мы в основном, акцент, конечно, делаем на оккупации, мы там снимаем много людей в подвалах, это очень страшно, скажу, пережить бомбардировки, те люди, которые там остаются сейчас и пережили бомбардировки, это где-то герои даже в чем-то, потому что психологически это очень тяжело переживать, все, я когда был в Авдеевке, и услышал эти грады, ноги баками становятся при первой реакции, вы начинаете, сразу вас подкашивают, и вы падаете, а люди сидят на лавочке и разговаривают друг с другом, и говорят, что там чай привезли или не привезли, а где там можно хлеб взять, а где там свет дали, а где воду дали, вот это реалии сегодняшнего Донбасса, пропаганда извращает все, причем пропаганда со всех сторон, и наша задача давать правдивую картинку, что происходит, а правдивая, это жизни обычных людей, да, они запутались, часть может быть, часть какие-то используют клише от кремлевских пропагандонов этих всех, или Духинская, этой извращенной идеи про русский мир и так далее, но в основном люди хотят мира, и мы хотим дать, мы как медиа, мы хотим давать больше площадки, платформы для организаций, которые пропагандируют не вилитериста, а мирное, мир, мир, и как бы, чтобы люди перестали слышать вот это все у себя за окном, сидя на проспетке Ильича в Донецке, вот это вот, как оно бабахает все, и это страшно, на самом деле, я бы не хотел, конечно, чтобы наш город и мой дом испытывали эти все эмоции, и жили в таком стрессе, и страхе, и я думаю, любой человек бы этого не хотел. Но политики, политиканы, используют это в своих целях, и ведут борьбу, и даже сейчас, вот на этом горе, людей наших, ДНР, эти партии, которые их там объявили, они наживаются на этом, используя кулуарную борьбу, этот Захарченко, и на горе, на разрушение наших земляков, они себе получают политические дивиденды, это цинизм в чистом виде, и об этом нужно обновить тоже. Они блокируют под доставку гуманитарки туда, они говорят, Украина блокирует, но Украина, мы можем задать вопросы, мы можем работать здесь, и здесь есть свобода слова, и мы себя чувствуем безопасности, донецкие журналисты, а вот как раз в Донецке невозможно себя чувствовать безопасность, и они блокируют, он выпустил распоряжение 104, называется, его нет нигде, оно у нас есть, мы нашли его у них на серверах, и оно говорит о том, что международные гуманитарные миссии должны теперь получать разрешение Пушили на МММщика, о том, чтобы завести туда продукты, и вы понимаете, что это настолько серая все, черная вода, в которой они там любят мыть руки и бонусы получать, что в итоге из-за этого страдают обычные люди, которые вовремя не получат свою там еду и гуманитарную помощь, но почему-то об этом мало говорят, а почему, потому что не знают этого ничего, и вот эта пресс-конференция я хотел тоже людям рассказать об этом, что само ДНР объявила блокаду Донецка, и сама группировка ДНР не дает людям нашим возможности вовремя получить драки происходит в больницах за медикаменты драки между врачами, вдумайтесь, драки между врачами, за то, чтобы взять лекарства из российской гуманитарной помощи своим пациентам, вот такая ситуация, но об этом мало знать, зато они кричат о блокаде со стороны Украины, так пусть они расскажут тоже, как они блокируют доставку гуманитарки со стороны международных миссий, это колоссальная проблема, и они хотят контролировать всю помощь, которая приходит, потому что доходило до абсурда, были местные выборы, ну, условно, скажем, в этот народный совет, они брали гуманитарку некоторых украинских гуманитарных миссий, вкладывали в пакеты со своими названиями, и говорили, это вам типа кашу принесли, пенсионерам, вы только сходите на участок и проголосуйте, а там еще дадим, вот так создавалась видимость выбора народной республики, как и референдум, тот же самый, и так далее, вопрос, как это могло получиться, если мы бы был в Совете, не имели ни разу даже фракции с названием Русская партия или за отдельный Донбасс, у нас была всегда фракция партии регионов, коммунисты, и когда-то недолго партия Витренко была, которая получила как оттупную за свои мафиозные связи, но реально была только партия регионов, никогда там не было русской газеты, которая бы пропагандировала русский мир, за исключением одной, Донецкий кряж, но она не была сильно популярной, и ее поддерживал, кстати, бизнес Ахметова долго, из Мариуполя, и только потом уже, когда началась война, они перестали им давать деньги, а эта девушка, так сказать, женщина, которая, редактор Донецкого кряжа, соревновалась, теперь соревнуется там во внутренней борьбе внутри этой сепаратистской группировки за должность министра информации, но назначили ту, которая умела больше джинсовать в мирное время, реально джинсовать, реально, вот такая реальность, а теперь они говорят о высоких моральных ценностях и принципах, сами подкупали до этого журналистов, и так там везде и повсюду, и мы знаем их всех, мы с ними выросли, жили, и знаем их каждого, кто и чего себе представляет, пусть они там расслабляются, и мы собираемся, по чуть-чуть будем публиковать. Новости от ЭМО, касательно бизнеса, который остался на этих территориях, возможно, малый, средний, кто там работает, ну, что я понимаю, те люди не перерегистрировались, там не платят налоги, но они не регистрируются и в ДНР, в ДНР. Что с этими людьми и что осталось в мелкого среднего бизнеса там? Нет там никакого бизнеса. То есть, есть налоговые, типа, как бы они считают себя органами, это бывшие сотрудники Министерства доходов и сборов, теперь они называются Министерство доходов и сборов в ДНР, в тех же помещениях. Есть процедура регистрации СПД в физичном суббитпроемте, ну, ее проходят, мы недавно ходили, там смотрели, ну, не я, понятно, я когда говорю, то есть наша команда людей, журналистов, которые там в четверо остаются, очередь была за регистрацию СПД, была, то есть, сдать отчет, сдать документы регистрационные, то есть, они их обязывают, понятно, безналичный расчет вы не проведете, то есть, вы не сможете выставить счет, выдается, значит, книговом, где вы ведете учет средств входящих, выдается кассовая такая книжечка, где вы выдаете кассовый ордер приходный за получение наличия, и потом вы на основании книги и выданных кассовых ордеров составляете статистику, есть два способа налогообложения, либо вы платите 2,5% от оборота, от прибыли, от всей прибыли, либо 20% от оборота, то есть, если вы списываете на расходы свои основные зарплаты, покупку компьютера, то есть, это не облагается, а 20% только получается от того, что вам остаются на руки, а 2,5% это от всего, что вы получили, вы можете выбрать либо ту, либо ту систему, то есть, если вы хотите, допустим, получаете 1000 гривен в месяц, и у вас будет 2,5%, то вы заплатили 2,5% с этой тысячи, и остальное тратите, как хотите, а если 20%, то вы тогда должны показывать декларации, основные статьи расходов, их тогда признают как оборотные средства, ну, и вы тогда платите только с прибыли, то есть, вот это две основные такие штуки, работает там некоторые промышленные предприятия, еще раз, они получали металлолом по цене 2000 гривен за тонну, а в Мариуполе, например, можно было сдать за 4, и многие вывозили, и теперь они за Харченко в таком постановочном порядке дал им указание принимать по 4, но это, конечно, влечет за собой экономические последствия и для этих, кто принимает металлолом по таким ценам. Бизнес, некоторые платят налоги и здесь тоже, в Украине, и там, потому что люди пытаются как-то приловчиться. Платят коммуналку, кстати, есть особые оплаты коммуналки, однако, согласно распоряжению украинского правительства, те, кто покинули оккупированной и ДНР, либо же, кто остается, там мы не обязаны платить коммуналку. В общем-то, я не рекомендую тоже людям платить всегда, когда спрашивают соседи, там еще, платить коммуналку, потому что мы не знаем, куда эти деньги реально пойдут, а это все не ведется никакого учета, контроля, вы заносите куда-то в ЖЭК наличку, начальник ЖЭКа может вам сказать, что-то написать бумажку, сказать, что это оприходовано, на самом деле это будет, не будет оприходовано, и вы фактически, он может приехать какой-нибудь Мартынов там к нему, это мэр, директор Донецка, как он себя называет, значит, и забрать эти деньги себе на заправку бензина. Мартынов ездит на джипе шикарном по Донецку, где он берет и всегда, то есть, это сразу такой контраст, конечно, люди стараются не ездить на дорогих машинах, потому что есть факты отбора этих машин. У Мартынова шикарный, там автопарк, он, конечно, шикует, там в роскоши живет. Это очень все показательно. Поэтому бизнес, те, которые предприниматели, оставшиеся там услуга, сфера услуг, они платят туда и сюда, но есть такие, которые там регистрируются. Но статистики, сколько точно может там предприятие зарегистрировано, у меня пока нет, она будет на следующей неделе у нас на Донецкой правде, но они ее и не будут правдиво говорить, завышая цифры регистрации, потому что им это выгодно. Но они все быстро, упрощенно делают, потому что им выгодно, чем больше показать статистику, люди к ним переходят, тем для них это круче. Но на самом деле они людей обманывают, то есть куда идут деньги, никто не может это проконтролировать, и люди это прекрасно тоже все понимают. Такая ситуация, что они участвуют, а другого выхода просто у них нет. Вот у кого-то допустим мощности, мойка какая-нибудь, куда ее вывозить эту мойку? Ну куда реально, как? Если они, вот у нас у меня знакомый депутат профсовета, он например что говорит, у него было предприятие, завод по производству шурупчиков каких-то, ну вывезти его нереально это оборудование, а они пришли его сами забрали, увезли и продали ДНР сам. Все, вот такая ситуация. Понятно, страховая ничего вам компенсировать не будет за то, что ваши оборотные мощности куда-то делятся. Ну люди как-то выживают. Все это очень, знаете, сомнительно на самом деле, потому что все-таки с украинской стороны, с нашей с вами стороны, мне кажется, надо больше внимания уделять проблеме защиты прав человека. Понятно, что в условиях войны права человека страдают пункт номер один, сразу. Но это не отменяет, что мы с вами живые люди, наблюдаем за этим всем, и нам тяжело за этим смотреть. Поэтому надо говорить максимально об этом. Спасибо, что вы и вчера были, и сегодня были, и вообще-то ваш интерес, вашего канала, к нашему мероприятию. Для нас очень важно, мы это, конечно, ценим. Скажите, к местным выборам в Антепре готовятся? Значит, Донецк, группировка ДНР готовится, Донецк ни к чему вообще не готовится. Жители Донецка, я думаю, во многом не понимают вообще, куда готовиться бежать и что делать. Готовится сепаратистская группировка ДНР и коллаборационные общественные организации, коллаборационистов, которые поддерживаются бюджетом Российской Федерации через серию грантов и поддержат. Они в октябре хотят, с этим связана смена курса и политического крыла, то есть они вместо Захарченко милитари ставят, они хотят Бильшко-Миркова на шесть, Бильшко-Миркова на это Пушилин, вот этот Пушилин выйдет и будет теперь называть себя президентом ДНР, скорее всего. Но они, конечно, сами себе противоречат тогда. Они заявляли везде, что у них великая демократия, группировка ДНР. Правда, я, например, не ходил голосовать никуда за Захарченко, хотя я прописан в Донецке, имею как бы по их понятиям право голоса, но понятно, что это все смешно, у них бюллетени даже не верифицированы. То есть, это плевок в демократическую процедуру, потому что демократия предполагает строгие правила верификации данных и строгую защиту этой информации. То есть, это и комиссии, трехступенчатый контроль, это право участия в выборах, там, и так далее, и так далее, и так далее. Все эти процедуры были нарушены, демократическая процедура, это они плюнули на нее, растоптали все, что можно было в достижении человечества по демократическому прогрессу, решили, вот так решили, значит, сейчас они хотят сделать более, типа, как бы такой, значит, кремлевский куратор, там есть, есть фамилия, у меня записано на сайте, тоже мы про них писали, про этих двух пиарщиков, которые приехали туда, за деньги, им платят деньги хорошие, они там работают, живут в отеле, все, и консультируют, значит, они дают указания, какую рекламу вешать, ДНР, все только начинается, там такие лозунги, придумывают много, там очень креативные ребята такие сидят, веселые, то есть, и полиграфия у них яркая, и газеты они контролируют, и чтобы вы понимали, газета, например, вычитывается весь контент, есть цензоры специальные, значит, которые утверждают контент, который будет выпускаться, видеоконтент, и текстовый контент, но если вам, конечно, доверяют, и вы уже прошли все степени доверия к республике, тогда вас не будет, но если вы работаете где-то и пишете на понятном языке, не китайском, то вас будут читать, по-китайскому пока не нашли переводчика, на центр, реальная, это реальная ситуация, искали переводчика, что там пишет в Китае про нас пресс, ну, про них, в смысле, вот такая ситуация. Вопрос, вы только выделили новость о вывозе детей, правда ли это или нет? Что, что, сейчас? Вывоз детей из ДНР на органы... Ой, ну, это, знаете, фейков столько появляется у нас тоже и в украинском медиапространстве, чтобы нивелировать, ну, как бы сделать, дегуманизировать образ врага. Ну, журналистам можно об этом, честно, говорить, да, что есть разные методы борьбы с врагом между собой. Есть один из методов дегуманизации. Наша задача реальность подавок. Вот, к сожалению, реальность часто была такой, что она их автоматически дегуманизирует. А, так, следующий вопрос. Вы же видели судьбу тех детей, которые вывезены из специальных учреждений, детских домов, те, которые вывезены на территорию России? Я не знаю точную статистику по детям. Этим занимаются волонтеры. Я могу вас по этому поводу переадресовать к общественному. Вот, есть восточно-правозащитная группа Леснянский, очень хорошую делают работу эти ребята по Луганской области, в том числе с детьми, и помогают эвакуировать и так далее. Но есть интернаты, которые остаются до сих пор на территории оккупированной. И особенно это дети, которые лишены родительской опеки и существуют попытки им оказывать помощь через волонтерские группы и организации, которые зарегистрированы здесь, в Украине, и действуют на территории Российской Федерации, потому что через Россию легче им оказывать помощь. Но по статистике детей, по как нам говорили в Донецкой областной государственной администрации, якобы все везде безопасно, и все выехали, и всех вывезли. Но вместе с тем есть несколько, вот точно интернат, один есть, в котором дети остаются там. И, к сожалению, вот в условиях этого противостояния и российской агрессии дети там вообще как-то тоже на передовой остаются, и это не очень хорошо. Но вектор внимания, как, кстати, и тех, кто там, общественные волонтерские движения, гуманитарные, так и наших украинских, так и российских, на детей весьма высок. Потому что, ну как, это понятно. Сейчас активно обсуждают эти тюрьмы. Об этом новости регулярно проявляются, но я так понимаю, что пенитенциарная служба, пенитенциарная служба Донецкой области, которая занимается тюрьмами, всем, они не публикуют вообще эту информацию о вывозе. Я так понимаю, что системно эта работа не ведется. Но это лучше вам, конечно, обращаться к профильным общественным организациям. Но тюрьма в СИЗО в Донецке работает. Там недавно были несколько министров ДНР и до сих пор есть один. То есть, в СИЗО поставки продуктов есть. Более того, они открыли частные тюрьмы. Например, на территории фонда изоляции есть тюрьма. Фонд изоляции, это в Донецке есть. Ну, говорят, пленные, но там теперь есть и частная тюрьма. То есть, теперь можно за деньги, в принципе, держать кого-то в клетке. То есть, это все, конечно, возмутительно. И, знаете, даже вот Борисов, у них был такой замминистра иностранных дел ДНР, гражданин Российской Федерации. Борис Борисов. Он недавно только вышел из тюрьмы ДНР и уехал в Москву сразу. Его, значит, обвинили в том, что он клевещет на ДНР. Ну, там целая история была. И он публично сказал, пытки применяются. Не человеческие отношения, вот он у себя в Фейсбуке написал, откройте, он должностное лицо, ДНР, так сказать. Вот он пишет об этом, книжку хочет написать. И у него есть факты и свидетельства там. Пожалуйста, что еще надо? Ну, то есть, права человека нарушаются там на не то, что 100%, на 1100%. И, конечно, миссия ОБСЕ должна делать больше акцент, внимания по нарушению прав человека оккупированных территорий. Ведь даже факт выдачи гуманитарных, это уже унижение человеческого достоинства, по большому счету. Что люди вынуждены стоять в этих очередях за кашей и гречкой, чтобы покушать. контрабанда активно и копанки работают, уголь поставляют, там качество угля не очень хорошее, ну и плюс ворованные машины. В Киеве мы тоже видели, кстати, ворованные машины из Донецка уже. В Крым вывозили раньше, там перепродавали за полцены. Там была такая зона черного рынка продажи донецких машин. Контрабанда есть, и она как бы наблюдается. Мы ведем, мы следим за тем, что на блокпостах. То есть, мы следим за установлением связи, если есть это связь, областных чиновников, украинских, с контрабандой ДНР. Это было. На сайте есть об этом у нас на Донецкой праве. Это все, к сожалению, есть, и об этом нельзя молчать. Некоторые батальоны участвуют украинские в этом все. Но это не значит, что мы, журналисты, должны молчать об этом. Максимальное внимание к этому должно быть. Но самоцензура часто журналистов, она ведет за собой умолчание некоторых факторов. Этого нельзя допускать. Контрабанда есть. Что еще сказать? И туда контрабанда есть. Завозят, есть сайты, где можно прям завести, ну, тысячу рублей платить, и все можно завести, там продать. Вот, открыто. Буквально ночи раз кинули, я сделал заявку, все, пожалуйста, в пустую коробку отправили. Все, все есть. Как вы относитесь, сейчас есть такая конвенция, отношение к журналистам, которые критикуют власть, их, в общем-то, любят вызывать и обвинять ситуативно? Это, знаете, есть, это единичные выводы, вернее, глобальные выводы из единичных случаев. Мы, журналисты, должны друг друга защитить. Солидарность наше самое главное оружие, самое главное оружие. И за счет нашей солидарности во многом мы защитили многих наших коллег, которые были в подвалах, и в том числе в ДНР. И они знали, что если что-то случится с нашими журналистами там в оккупации, поднимется все с нашего журналистского сообщества. Поэтому наше самое сильное оружие журналистов это солидарность. И те, кто считают, что журналист должен быть идеологически в одном направлении только, такое мнение имеет право на существование. Но я считаю, что журналист должен быть ответственным перед своей аудиторией и ответственным перед собой, честным перед собой и совестью. И так далее это все снимаем. Хотите ли вам одолжение, что вы понимаете? Но оно продолжает удерживаться в плену. Я знаю, что мы сейчас в кризисном центре в Киеве проводили пресс-конференцию по этому поводу. Пока никаких подвижек по этому поводу нет. Мы надеемся, что ее освободят, конечно, но после передания публичности, когда мы обратились к украинскому правительству за помощью, пока ничего. Пока ничего. Спасибо коллеги, время уже. Всем спасибо, что пришли. Всем удачи, хорошего дня и до свидания. Можно все, что происходит, закончить раздражу? Что такое победа? Ну вот в этой ситуации, в которой мы сейчас все находимся, что такое победа? Вот вы говорите, когда заблагодарить? Ну, вы же не забывайте, что победа, у нее всегда есть вторая сторона, поражение. Вопрос, а кто будет в поражении? То есть, надо смотреть на более болезненную сторону и уязвимую, потому что на позитивную и так все посмотрят. Мы будем смотреть туда, где будет болезненная часть кровоточащая. В поражении может быть как раз участвовать обычные люди, которые сейчас в том числе страдают от экономической блокады Донецка. Самые уязвимые категории населения, которые, знаете, это как худой при кризисе умрет, а толстый похудеет. Вот то же самое и Захарченко просто может похудеть чуть-чуть, но он выживет. Понимаете? И а люди, которые бедные и социально незащищенные, умрут. Поэтому у любой победы есть сторона вторая, это поражение. Мы живем в 21 веке, не категории 41 года, «Сталин, Родина, Победа», а в 21 веке, когда у нас ведется не война Великая Отечественная, а информационно-гибридная, поэтому категории «Победа» и так далее, они, мне кажется, на сегодняшний день должны точно так же трактоваться в условиях новой реальности и иметь немного другие значения. Мне кажется, что цели у людей, которые хотят закончить всю ситуацию, очень разные. Вернее, цель одна, а инструменты разные. И для многих разговор это вообще не инструмент. Диалог. Это что? Это с чем согласен? Как Вы к этому относитесь, к тем людям, которые хотят оружие дать? Все, кто с оружием, я никак не отношусь. И они должны быть наказаны согласно уголовного кодекса Украины и международных норм и стандартов. Все, кто берут руки оружие, мы с ними не разговариваем. Не разговариваем мы с ними. О чем с ними говорить? Разговор есть только с теми, кто может разговаривать. Кто взял оружие в руки, все. Это уже не разговор. А какой процент на пупированных территориях людей, с которыми можно говорить? И с которыми я не знаю? Этого я не знаю. Ну, люди все живые и со всеми надо говорить. Все живые люди. Все хотят быть услышанными. Все хотят быть в центре внимания. Все хотят жить лучше. Все хотят для себя хорошего будущего. Ну, все такие, как мы. Все же одинаковые. Невозможно сказать, что кто-то захочет жить в мордоре сталинских репрессий и в ГУЛАГе кушать по утрам завтрака. Нет таких людей. Но пропаганда и информационное поле это страшные вещи. И, к сожалению, мы в них, знаете, как мухи попадаем в эти паутины. Вот наша задача журналистов не быть пропагандистами, не быть участниками, продолжителями идеи того, что силовые какие-то штуки должны быть. Наша задача дать слово людям для того, чтобы улучшить их жизнь. И мы это делаем. В Харькове две крайние позиции по отношению к тем, кто на оккупированных территориях. Одна позиция с ней бесполезно разговаривать. Надо поставить колючую проволоку, вторая позиция там свои, их надо спасать. А что это крайние? Ну, две такие. Крайние, я так понимаю, это когда уже там расстреливают. Ну, я, с колючей проволокой где-то рядышком. Ну, есть такие позиции по всему украинскому обществу. Есть у вас обращение к одним представлению? Что в Харькове мы не знаем о том, что в Харькове при любой ситуации, знаете, которая вот такая критичная, как сейчас, надо лучший, лучший способ и лучший верный путь сохранять позиции, которые настроены на гуманность. Неизвестно, что с вами будет завтра и где вы будете. Гуманность, она универсальна. И универсальна для всех времен и народов и для любого прошлого, будущего и настоящего. Поэтому мы, как журналисты, стоим на позиции того, что мы хотим давать больше слова тем, кто выступает за гуманность и за мир. Вот, собственно, помните о том, что все люди живые, каждый может оказаться в любой ситуации. Знаете, кто-то может, кого-то могут в армию сына призывать или там мужа воевать против России, а кто-то оказался на территории оккупированной в Донецке и вынужден идти на сделку со своей совестью, чтобы выжить просто. А кто-то, может быть, не может уехать, потому что у него мама там или папа прикован к постели. А кто-то, может быть, решил, что он великий ультра сторонник Путина из-за того, что на него повлияла российская пропаганда. Ведь если мы говорим о информационной войне, в войне есть всегда победители и те, кто не победители. Вот вопрос, а кто тогда не победитель в информационной войне России? Кто пострадавшая сторона? Получается, люди, на которых воздействовала информационная пропаганда, значит, они жертвы информационной войны. А раз они жертвы, то чем мы от них хотим тогда, если люди стали жертвами? И жертву надо лечить, надо ей выводить, надо ей помогать, надо с ней разговаривать, надо признавать и так далее, и так далее. ее положение жертвенности, то если мы говорим «А», то чем мы не говорим «Б», что есть те люди, которые стали жертвами влияния креативных манипуляций Кремля, за которые платят хорошие деньги. Это, знаете, надо думать об этом все время. А часто люди думают только о своем заработке на этом все, политическом, общественном и так далее. Мы, это наш дом там, мы хотим вернуться туда и мы делаем все возможное для того, чтобы начать работать, продолжить работать, как мы работали до этого 10 лет там. И точно так же 300 остальных коллективов трудовых и редакций, которые у нас были на Донбасс-медиафоруме в Киеве, 300 редакций мы собрали из Донбасса и все хотят домой, потому что это наша территория, где мы их собирали и никто уже оттуда потом не уедет никуда. Но мы не можем пока так. Но мы делаем для этого тоже то, что могут сделать журналисты. Наша, вот моя позиция, вот мы делаем это и это наш такой путь. У кого-то может быть другая позиция, а кто-то третья, четвертая, пятая. Это уже выбор каждого. Спасибо.